Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Елена Самарина. В концертном зале «Сибирь» накануне Международного женского дня прошла торжественная встреча губернатора с женским активом региона. Виктор Томенко высоко оценил вклад женщин во все сферы жизни Алтайского края. Среди присутствующих жительницы разных городов и сельских районов края. Каждая из них неустанно трудится на благо региона. Это заслуженные педагоги-наставники, медицинские и социальные работники, успешные женщины-предприниматели, выдающиеся работники культуры и других сфер. Гордимся вашими успехами и достижениями и все сделаем для того, чтобы вы были счастливы, успешны, для того, чтобы жизнь ваших, наших семей, нашего края была продолжительной и счастливой, как новый национальный проект, объявленный президентом нашей страны. С праздником, с наступающим. Спасибо. В преддверии 8 марта некоммерческая организация «Добро хорошо» провела бесплатную фотосессию для одиноких мужчин. Каждый снимок создан благодаря проекту «Быть мамой хорошо». Нам хотелось подарить им чуть-чуточку тепла, красоты и совместно со стилистами города Барнаула, с визажистами, фотографами нашего города Барнаула мы вот такой масштабный проект, так скажем, забацали и воплотили в жизнь. В фотосессии участвовали 15 женщин. Студию оформили тематическими декорациями. Над образами трудились профессиональные визажисты и фотографы. И образы получились действительно праздничными. Снимки участницы акции сохранят на память, чтобы в любой день была возможность вспомнить, какими яркими, женственными и изящными они были в этот день. Оксана в одиночку воспитывает дочь инвалида. Но сегодня, благодаря организации «Добро – хорошо», ей выпала возможность оставить домашние дела и посвятить пару часов себе. В жизненной суете хочется отлечься, побыть красивой, нарядной, пофотографироваться, побаловать себя. Организаторы фотосессии решили напомнить о том, насколько важно поддерживать одиноких мам. Накануне Международного женского дня такой проект особенно символичен. Красивой может быть каждая женщина. В Егорьевском районе подвели итоги конкурса в честь 8 марта. Желающие присылали работы в прозе и стихах. Каждая посвящена женщинам. Победителем стала Анастасия Бессильная и ее соавторы – Дарья Кондратьева и Никита Пронин из села Сросты, написавшие о своей маме Ирине Александровне Прониной. Победитель в качестве приза получит торт от кондитера из райцентра. И к этому часу пока все. Всех наших телезрительниц поздравляю с Международным женским днем.